Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Я так сейчас только позанимался гравитационный гимнастик, и пока у меня тут делается, выводится видео, ну, думаю, какую бы тему вот вам сегодня выложить, воскресную. Да, я думаю-ка, я почитаю ваши комментарии и упоминания. Я обычно, как вы видите, читаю ваши комментарии, что-то комментирую. Если не комментирую, то, как правило, уже на этот вопрос было сделано огромное количество видосов и так далее. Ну, естественно, я уже как-то в курсе, кто и как отзывается о канале, разные высказывания. Вот, и вот, медовый хуторок, он уже не раз был, так, как бы сказать, с такими этакими претензиями. И на мой видос «Выжить любой ценой голод урина» он, значит, написал следующее. Мой сосед в 2000 году пил мочу по твоей книжке, к врачам не обращался, «Верил в мочу, так и помер, не помогла ваша моча. Моя моча или его моча?» Это так, вопрос. «А сколько еще таких один бог знает?» Кстати, «бог» написано с маленькой буквы. Мой сосед в 2000 году пил мочу по твоей книжке, к врачам не обращался, «Верил в мочу». В раке, в раке, в раке, в раке, вот сколько вот в раке, можно сказать, тысячу раз, десять тысяч раз, миллион раз. Любой человек, прежде чем попить мочу, он обратится к врачам, спросит, «Вы можете меня оздоровить, вылечить на сто процентов?» Ну, редко так, кто спрашивает, так, заходит робко, лечиться будем? Будем. Как правило, человек, полечившись у врачей, и если он ничего не получает, и понимает, что что-то надо делать, вот только тогда он начинает пить мочу. Вот, не помогла, помер, претензия ко мне, претензия к врачам. Почему вы не смогли этому человеку помочь, не сказали, моча, бяка, кака и прочее, прочее, а вот наше лечение в сто процентных случаях тебе поможет. Вот поможет и все. И помогло бы. Не было этого. Ищут кого-то там виноватого на стороне. И я написал ему в ответ, а я вас заблокирую, подумайте, почему. Огромное количество разного рода информации. Верить, не верить, вот сейчас там, о том, что люди там болеют, вот эта вот вирусная зараза, да, болеет много, помирает, кто что, как там, медицина, не медицина, как-то, что там вот так. Ну, немножечко оставим это в стороне. Обратимся к следующему. Претензия ко мне, ваша моча, моя моча и все. Для того, чтобы начать использовать вашу мочу, мне пришлось это не на веру брать. Просто, знаете, сказали, да хлебай ее и все, и тут ты будешь здоровый и молод на сто лет вперед ты будешь. Помимо того, что я стал проверять, я стал изучать, я стал находить разные источники. И в зависимости от того, какое заболевание, вообще вот какое заболевание, дело оказалось не просто в моче, а дело оказывается в самом человеке, в его сознании. Как он относится к своей жизни, как он относился. Выявить разного рода причины, следствия и поработать над ними. Вот что значит работа правильная. С проблемой, которая у вас возникла по здоровью, с проблемой, которая вообще возникла по жизни. С ней уже надо работать. Я думаю, вот в первую очередь, я уже много раз на эту тему говорил. Ну еще разок повторю. Вот кто я такой? Ну кто я такой против современной медицины? Я, как практически все мы, первым делом с самого детства куда обращались, тем более в советское время, к врачам, к врачам, к врачам, к врачам, к врачам. Опыт общения с врачами, люди нормальные были в то время. Желали помочь. Да и сейчас же они желают помочь. Ну некоторые за деньги, некоторые так. Короче, люди разные. Врачи такие же люди, как и мы. Ну профессия врач просто. И все. Старались, сделали. Но я на себе объясняюсь. Я уже вам рассказывал. Вырезали аппендицит, геморрой. Вырезали гланды, гайморит. И за что-то как-то не возьмутся. За что не возьмутся, знаете. Вроде бы вот тут что-то устраняется. А дальше возникает проблема гораздо сложнее. Вот лично на мне. Я не буду за кого-то там говорить. Лично на себе. Гораздо серьезнее, нежели она была до обращения к врачам. До обращения к операциям. К операциям. Зубы. Был там какой-то дефект. Давай мы тебе устраним. Сейчас мы налепим на зуб. Как это там называется? Не пломба, а виниры. Ну и что? Налепили виниры. Виниры поотскакивали. Деньги взяли. Ну надо же. Ну давай-ка мы тебе засажим. Подпилим зубы. Подпилим зубы, чтобы виниры лучше держались. Ну вы же специалисты, понимаете? Я обращаюсь к специалистам для того, чтобы мне помогли. В результате подпилили, больше прилепили. Продержалось месяц. Отпало. Зубы стали покоцаны и попортились. Вот. Вот и спасибо. И вот после всех этих случаев начинаешь задумываться, а так ли это или не так. Далее. Оздоровительная литература. Про голод там рассказали. Хорошо, я начал голодать. Все как положено. Проголодал 18 суток. Обливался холодной водой. Ух! Кожа горела после этого. 18 суток выдержал. Зима. Все. Согласно там написанному в книге по голоданию, я начал выходить на апельсиновом соке, на апельсинах. Три дня прошло. Я так это в зеркало там что-то там утром посмотрел. А зубы черные. Понимаете? Зубы стали. Вот такие вот черные. О! Не белые, а такие вот черные. Я думаю, вот это я наголодался. Вот это я. Доздоравливался. Ёхан и ты бабай. А я же исследовал книжки. Книжки написал специалист и так далее. Что делать? Ну, потихоньку, полегоньку зубы восстановил, как видите. Жую. Вот. И когда я начал всем вот этим заниматься, то есть натуральной медициной, народной медициной, оздоровлением и так далее, я понял истину, важен не рецепт, а механизм действия, чтобы человек понял механизм действия, чтобы он в первую очередь понимал, как он разрушает сам себя. И уже на этом этапе он устранил все, что может его разрушать. Уже это и есть оздоровление. И далее уже. Если, значит, идет такая-то, такая-то там болезнь, она имеет свои там истоки и так далее, и так далее. И так как человек вообще-то существует физическое тело, это физиология, существует, ну, так скажем, психическая составляющая, это уже там работа с эмоциями. То есть это совершенно иная область работы. Работа с мыслью, с работой там с этим и так далее. Вы поняли. И, наконец-таки, существует духовное тело, не углубляясь никуда. А там совсем иные законы. Там правят мировоззрение, побуждение, которые формируют, что он формирует? Черты характера. И если вы хотите выздороветь, то надо работать со всеми этими составляющими. Потому что проблема может быть не столько, вернее, проблема, как правило, с духовного уровня, она спускается через психику на тело. Бывает, наоборот, проблема, допустим, с физическим телом, ну, паразиты там завелись, вот вы что-то там такое, паразиты подхватили и так далее. И они начинают вас разрушать. И психику потихоньку разрушают. И дух ваш начинает как-то сомневаться, что такое, как, куда. Надо это знать? Конечно, надо. И вот в книгах, в книгах я в первую очередь, как вы все знаете, не давал рецепта. Вот не давал такой просто рецепт. Если же там какой-то там, допустим, метод очистки толстого кишечника, значит, описан механизм действия, как и что. Если это очистка печени, описан механизм действия, их несколько, как и что. Если это голод, то, значит, как голод действует, описаны механизмы. Причем, знаете, не столько вот важно тебе самому что-то придумать, описать. Уже все готово. Читайте, изучайте, берите. И все это просто в голове, когда вы делаете еще какие-то практические занятия, у вас слаживается, как эта вся информация может работать. Я же не зря про ее Котлерову. Как он это все сложил? 27 лет добавил к жизни. А врачи ему обещали 2 недели жизни после 63 лет. Голову надо свою иметь. То же самое про уринотерапию. Рассказал, что, когда, о чем, почем и так далее. И канал я веду для того, чтобы рассказывать все это. Что это не все просто так. А вдобавок мы все с вами разные. Мы разные по духовной составляющей. То есть у нас мировоззрение у каждого разного. Вроде бы оно общее, но имеются какие-то отклонения. Черты характера вообще говорят, насколько мы разные. Далее, значит, эмоциональные там составляющие разные. И в конце концов у нас у каждого все это переломляется через нашу индивидуальную конституцию. Уже она при неумелом обращении. Знаете, вот как я сел в машину, новенькая машина. Я такая, че-че-че, зарулил. Хоп, там что-то испортил. Вот что-то испортил, она уже стала бегать не так, как раньше. То же самое наш организм. Новенький, все, мы родились и так далее. Нас начинает не так вскармливать. Нас начинает шалопетами бацать. Это нельзя, это нельзя. Короче, там, знаете, загнобил и заишили неправильное мировоззрение. Далее ты должен пахать, как этот самый, как и шаг. Неизвестно там на кого. И в итоге дулю еще получишь. И получается, что если вот это вот все не знать, не слаживать, человек в результате своей собственной жизни нажил вот такую вот какую-то там болячку, значит, надо, я вам всегда говорю, сядьте сначала и хорошенько подумайте. Вот, вот у меня там, допустим, гипертония или еще. Бывают скачки давления. Первым делом, от чего они возникают, после чего, то есть имеется какая-то причина, прежде чем оно уже постоянно станет повышенным. Что до этого было? Какие заболевания? Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Подумали, ну это все можно решить, это не так уж сложно и сделать. Это все при желании можно. Тем более это касается вашего здоровья, вашей жизни и вашего процветания в том числе. На это нам дается жизнь. Именно на это, а не на то, чтобы там, грубо говоря, на рыбалку сходить, там, ага, там, венца выпить, посмотреть там, допустим, выступления артистов, там, посмеяться и так далее. И это, не без того, там, пивка выпить, прочее, прочее, прочее. Но помимо всего этого, помимо всего этого, это так приятные, как бы сказать, бонусы. Основное это то, что ты должен следить за своим авто, чтобы оно у тебя не испортилось, не зачидило и движок не застучал. Это вот я обращаюсь ко всем. А вот некоторые люди, вот такие, как, допустим, медовый хуторок, они мне бросаются вот такими вещами, что это вот ваша урина. А чего у этой самой нету своей собственной головы? Тем более я разжевал, показал, подумать, для чего применять урину, зачем ей применять урину, какой результат действия, то есть, что будет получаться. Помимо всего, еще что-то же надо применять, а не то, что, знаете, самое легкое. Я вот эту турину пью, и она за меня все сделает. И вот некоторые люди, вместо того, чтобы как-то задуматься, как-то, вот, допустим, рассказать, там, вот, применял там мочу при таком-то заболевании, вот, ну, что-то там не помогло и так далее. То есть, был бы какой-то повод для разбора. А когда тебе какие-то, знаете, вот бросаются вот такие вот предъявы, подобные вот такие злобные посылы, мне лично неприятно. И я от таких людей, которые что-то мне предъявляют, никто еще там матюками бывает, я их сразу баню. Вместо того, чтобы подумать, все-таки, то, что имеется, вот, важно понять следующее, вот то, что имеется в окружающем мире, что нам предлагает, грубо говоря, там, государство, что нам предлагает там школа, что нам предлагают банки, медицина, там, книги, фильмы, соседи говорят, так далее, так далее, так далее, так далее, это все информация для того, что мы своей собственной головой подумали и в случае необходимости могли ее применить. И я мог ее применить неправильно, вот я стараюсь вот все сделать, знаете, помимо того, что теория, теория проверяется практикой, что на себе проверят голодание, что на себе проверят уринотерапию, что на себе проверяют сейчас гравитационную гимнастику, могли бы от уже 900 килограмм веса уже там ноги переломиться, а они что-то не переламываются. А почему? От керосина там, допустим, почки сжечь там, от этой тройчатки еще что-нибудь там такое, и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот должно в вашем сознании обрабатываться и применяться к себе с целью получения наилучшего результата. А когда вот вы не смогли это применить все, и кого-то вините, кого-то вините, то в первую очередь вините себя из-за того, ну не могли вы вот это применить. Вот некоторые становятся богатые, некоторые там знаменитые, некоторые еще там как-то, как-то так, ну не получается, не получается. Ну не получается и все. А почему не получается? Насколько вы это все там хотите? Поэтому вот такой я считаю, что хороший видос получился. А медовый хуторок, сейчас я выкладываю, и я его баню.